добрый день дорогие друзья у нас сегодня в гостях лайм квад поскольку лайм квад и из сицилии в основном приезжают сорт товар из то я вам покажу как он выглядит и расскажу немножечко вкратце о других сортах лайм квад товар из приезжает у нас обычно двадцатом горшке вот такой экземпляр как вы сейчас видите наблюдаете то есть высота у него примерно 90 сантиметров и бывает приезжает шестнадцатом и восемнадцатом горшках также лайм квад и бывают и в 24 горшках не было пока не привозили в глине в маленьких форматах эсцетрины в маленьких размерах тоже у нас были и причем эсцетрины и лайм квад и обязательно вставлю покажу эсцетрины и лайм квад и были лайк лэнд и юстис два сорта которые достаточно редкие также лайм квад и приезжают все три сорта есть питомники оскар тинтери и эти сорта небольшие по размеру примерно выглядит вот такими небольшими кустиками привозили мы два года назад ну как-то он не очень пользовался спросом так все лайм квад и лайм квад и достаточно среднерослые вечно зеленые замечательные цитрусы листья у них среднего иногда мелкого размера темно-зеленые с лептической пластинкой отдельные листочки имеют очень узкие крылатки средние черешки кто-то побольше подлиннее все зависит от самого растения чем крупнее больше растения соответственно и листовая пластина больше и соответственно больше и черешки и крылатки вот эти узкие крылатки становятся длиннее мы можем найти такой вот вариант и уже крупнее уже крупнее растут у нас практически без колючек но колючки мы можем наблюдать то есть колючки все равно иногда бывают и и такие небольшие шипы листья источают запах очень похожий на запах лимона лам квад более морозостоек чем лайм но но уступает морозостойкости кумквату по размеру и форме химическому составу плоды лайм квада очень близки плодам лайма хотя внешне они напоминают лимон кумкват лайм плоды трех сортов отличаются друг от друга а вот товар из отличается от лайм квада юстис и лейклана тем что иногда его желтые плоды приобретают более вот такой вот оранжевый оттенок и иногда бывает такая розовинка у цветков во время цветения ни один из лайм квадов не приобрел такого огромного значения поэтому их выращивать небольших форматах и в небольших количествах если брать цветение у лайм квада цветут они небольшими белыми цветами я вставлю обязательно покажу цветы цветы белые мелкие и цветение идет групповое вот кстати остаточное явление группами либо одиночная все сорта вам квада ремонтантные то есть они могут как мы видим цвести плодоносить одновременно то есть вот там вот цветы у нас были плоды маленькие завязались плод среднего срока созревания и плоды уже крупные до этого вот как раз можем наблюдать что плоды были и отпали вот плоды среднего срока созревания плоды маленькие небольшие хотела если взять лайм квадтовары смотрите какие достаточно они крупные но бывает и помельче воды маленькие желтые овальные или круглые это зависит от сорта к жураму не гладкая и очень похожа на кумкваты мякоть желтая кислая и немножко такая имеет разные привкусы внутри есть семена плоды едят как кумкваты с кожурой целиком вкус такой кислый с такой небольшой сладостью и напоминает какие-то мандариновые оттенки тоже время напоминает мексиканский лайм плоды лайм квадт обычно собираются ноября по март но как правило вот у нас сейчас на дворе май есть спелые плоды в начале мая мы как раз пробовали дегустацию мы обязательно вставим в этот ролик мы пробовали плоды этого замечательного цитруса и сейчас вы видите что еще плоды спеют и зреют все сорта лайм квадтов получили имена собственные и в основном известны три это юстис который часто встречается под названием лимонелла лейкланд и товарис плоды по многим параметрам форма размер напоминают смесь мексиканского лайма и кумкватов они похожи по цвету тоже желтые такие салатово-желтые а вот как раз у товариса то что я вам говорила присутствуют оранжевые нотки присущи кумкватам юстис и лейкланд являются гибридами мексиканского лайма с крупноплодным кумкватом японика поэтому плоды у них округлые а товарис скрещен с кумкватом маргарита поэтому плоды у него овальные и иногда говорят о том что лайм квады это смесь именно лайм квад товарис это смесь кумквата с лимоном все эти гибриды были получены свинглом во флоринде в сша в 1909 году а в 1913 они получили уже собственные названия сортовые и описание как я вам уже сказал лейкланд юстис и товарис лам квад и выращивают в разных странах и в основном как у нас выращиваются как контейнерные как горшечные культуры потому что они не очень морозостойкие плоды лайм квад то можно есть целиком можно использовать как сок можно пить чай кофе добавлять и использовать именно как лимон также можно использовать кожуру для ароматизации напитков блюд также можно использовать в коктейлях фруктовых салатах можно засахаривать целиком можно делать варенье джемы огромный огромный спектр использования этих замечательных плодов и немножечко поговорим конкретно о ламквате товарес который у нас сейчас представлен как я уже сказала это гибрид гибрид лайма с крещенным скумкватом ногами скумкватом маргарита плоды крупные крупнее более вытянутые цвет как я уже сказала варьируется от более таких салатовых желтым до оранжевых бывает такие прям ярко-оранжевые бочки и я очень рекомендую дождаться спелости то есть когда плоды будут более оранжевые они более сладкие они более насыщены вот тогда появляется у них такой мандариновый оттенок достаточно интересный вкусный плоды имеют тонкую достаточно тонкую кожуру едят ее с кожурой она такая гладкая нежная и естественно съедобная мякоть желтовато зернистая обязательно в дегустацию покажу включу ролик вы увидите примерно 7-8 сегментов очень сочная очень кислая и как я уже сказала с семенами цветет лаймкват очень обильно очень обильно и очень ароматно неприхотливый не капризный компактный и так 1 нас на очереди лаймкват товар из они бывают разные по разные смотрите и 7 сантиметров почти что почти что 10 почитаем такие ярко-желтого цвета конечно вот уже не нас полежали в холодильнике пару дней потому как мы не успевали сделать и кустацию попробовать но тем не менее мы попробовали с чаем это очень вкусно что же мы видим внутри косточки косточки тонкая шкурка тонкая шкурка сочная прям ярко боже как он пахнет оранжевая мякоть запах вы знаете есть все таки запах мандарина какой-то присутствует мандарина чем-то хотя лимон мандарин да лимон с мандарином вот такое ощущение хотя вот кстати сказать когда они лежат что кумкват и что лаймкват в холодильнике у них придается необычайно нежный тонкий аромат и вкус то есть вот эта кислость сильная резко она уходит в общем очень вкусный он кислый но обалденный даже можно с кожурой есть невероятно в общем моим квад это любителям кумквата лаймкват это бомба реально бомба выращивается легко уход такой же как за всеми цитрусами конечно же требует обилие света умеренный полив подкормки вот такой вот красавец очень-очень внешне похож на кумкват но как я уже сказала это гибрид гибрид лаймкват лайма и кумквата кумквата маргарита необычайный красавец зелененький просто просто красавец это лаймкват товарес лаймкват юстис и лейкланд они похожи лайкланд это как раз вот гибрид между лаймквата товарес и лаймкват юстис очень-очень напоминает у него схожие черты от обоих этих гибридов лаймкват товарес как и другие лаймкваты очень интересный еще раз повторяю что не капризный не требующий в уходе много сил просто красавец лаймкваты прививают и укореняют на своих корнях лаймкваты тоже могут расти расти и плодоносить но нужно укоренять от плодоносище черенки мы берем от плодоносище растений и укореняем и они прекрасно растут на своих корнях конечно же для того чтобы было изобильное плодоношение желательно конечно прививать потому что привитые растения дают большее количество плодов и достаточно сильную мощную крону и растут быстрее поэтому очень рекомендуем покупать лаймкваты привитые а и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...